здравствуйте дорогие телезрители в эфире программа воскресный чай и сегодня мы в гостях у четы черновых у николая андреевича и зинаиды ефимовны здравствуйте здравствуйте сентябре прошлого года вы отметили 65-летие со дня свадьбы это такие цифры колоссальные расскажите вот динаида ефимовна как на ваш взгляд в чем секрет вашего семейного долголетия как может быть вам для вас всех странно у нас библия именно с ее знакомством с библией мы прожили всю жизнь и остались довольны и своими сыновьями и собой то есть вы живете по канонам писания святого писания а вот николай андреевич вы скажите у на ваш взгляд ну я соглашаюсь полностью а вы всегда синаиды ефимовны соглашаетесь и во всем как настоящий мужчина наверное почему мы можем обсудить вот она предлагаешь это я свой вариант и мы потом тут уступает тот не настаивает и приходит знаменателю канавы а бывает такое что кто-то чаще уступает кто-то реже или здесь уже вы разумность решение выбираете мы все мелочные вопросы какой-то не стоит просить серьезный только стоит и обсудить я знаю что вы познакомились на сахаринской область как это произошло чем вы занимались на семья 7 человек жили мы брянской области 43-м году мы тоже были немцы нас арестовали как все из них некоторые других и и отправили влаги потому что поселок нас наш пока доставлял много хлопот немцам немцы решили жечь наш поселок и я нет этого сделали а нас и подобный нам устроили музыку конслагер цель была что с этой массы людей когда он взял выбрать молодежь которая угодно работать ага браун по 16 лет по семнадцать-пятнадцать были только девчонки все парни были партизаны у нас старшая сестра как раз алла в эту категорию и она была в германии а мы потом приехали вообще в наши дома он сожгли уголь уголь пепелище когда война на востоке с японии это кончилось сахаре стали заселять угу и специально была компания государственная вербовать людей живет на сахаре вот вы закончили когда школу как говорит я бы в плотники пошел пусть меня научат вот вы куда решили пойти где применить себя как раз в плотники и пошел я угадала стольер стольер учились сами а по стольер я смотрю и делаю у вас дома очень много мебели столярных изделий это все сделали вы своими руками потрясающе и вы продолжаете ну нет нужды такой чтобы продолжать материалов нет таких а вы где работали там как на сахаре работать возможности все люди которые приехали туда на сахаре все мечтали вернуться на большую землю ага желали вернуться опять такой кризис прожили ага и так и случилось мы пожили там родился старший сын два года прожили уже с ним и уехали на Украину на Украину ага Донбасс да значит мы прожили на Украине ээээ я там приобрел профессию токаря ага потом высокого разряда в станке очень тяжелое оборудование мы делали ага что вес деталей я закладывал станок 70 тонн ого 80 тонн 90 это для как для чего такие детали для плакатник стану там где-то было на Украине ага сначала пошел учеником ага потому что с тольером на Украине не будешь там лесу нету ага ага там везде металл в Артем вы как перебрались тяга все время какая-то манила на Дальний Восток ага вот на Дальний Восток вот он Дальний но оказался Брежнев чтобы мы были здесь помните как вот так случилась судьба вас как свела Зинаида Ефимовна может быть вы расскажете помните я знаю женщины все такие вещи помнят так давно было что я уже не помню ведь вы родились в Казахской ССР да в городе Алма-Ата как вы оказались на Сахалине как ваша семья там оказалась вот с родителями мы и оказались там на Сахалине на Сахалине на Сахалине с родителями оказались ну а уже без родителей мы свою с мужем судьбу свою свою семью создавшую стали жить где придется а как вы отнеслись переезду на в Донецкую область вот на Донецкую на Донецкую да ну там же случайно случайно потом обратно вроде Украина климат совершенно другой Донецкая область довольно мягкий приятный климат и вот сюда возвращаться обратно на Дальний Восток не было как-то страшно боязно ну тут можно было с морем связать ну а так особого ничего не было специалисты советуют за свою жизнь сменить 3-4 места жительства которое будет в общем благотворно действовать на здоровье и также 3-4 профессии это уже это такие авторитетные заявления как раз мы вписались в эту норму так вот наверное секрет долголетия да вы получается Николай Андреевич 35-го года рождения да а Зинаида Ефимовна 36-го у нас у нас у нас у нас у нас я читала 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 и иногда вслух читала находила на такие места которые разумно применить это как раз непосредственно можно применить к семейному да союзу вот рассказывайте да поподробнее да что мужчина глава семьи это не значит что он имеет большую физическую силу ее использовать в жизни нет а что он ответственный больше имеет ответственность за семью значит он должен давать разумные советы сам в этом активно участвовать если это что-то надо делать угу и подавать пример остальным семье вы из библии какие отмечаете моменты которыми вы которых вы следуете по жизни уважать главу семьи во первых а глава семьи дает направление буквально всем своим детям угу ну вот и все детям нужно послушание родителям согласно библии угу а родителям детям что нужно проявлять мягкость чтобы в семье было покой мир и правильное направление уважать ценить не ставить себя гордым что я все знаю а вот этот ниже меня он он плохой он нет каждому человеку и очень есть много хорошего вот это очень сильный такой стимул который действенный особенно в семье ну тут не так сказал так не сделал тут если сразу что рубить в томе кричать она старалась а не получилось сделано не так и что из-за этого скандали я вижу у вас приветственный адрес главы артемовского городского округа и благодарственное письмо председателя думы это когда вам вручили как это было ну на машине подъехали с этих мест и вручили нам это заранее мы не знали нас неожиданно поставили перед фактом фактом и все какие эмоции испытали по этому поводу ну благодарности ну именно благодарность потому что как можно отнестись без благодарности к такому вниманию может быть есть у вас какие-то наставления для молодежи современной которая вот только пытается вступить в брак может быть есть что-то сказать поделиться какой-то житейской мудростью давайте с вас начнем что бы вы сказали что вы например внукам своим говорили что вот правнуков правнуков сказали бы мы стараясь внедрить библию от самого начала своей семьи мы увидели что это действительно только хорошо к лучшему идет потому что там ничего противного нету а наоборот ну старание всей семьи чтоб жила мирно тихо и в согласии большое спасибо за то что приняли нас в гостях нашли для нас время нам было очень приятно желаю вам здоровья семейного благополучия здоровья вашим близким дорогие телезрители вам большое спасибо за внимание на этом мы прощаемся с вами берегите себя и до новых встреч